всем доброго времени суток друзья у нас сегодня видео будет посвящено пересадки смородины да мы за несколько лет запустили свои кусты смородины или по нашей вине или покой друг по какой другой причине но мы уже остались практически без наших любимых ягод у нас вот есть такой большой куст тут конечно джунгли переплелось все и старые молодые ветви нам нужно ее обновить омолодить сегодня мы будем заниматься и покажем вам как мы это делаем такой опыт мы используем уже не один год как раз октябрь самое то время когда нужно заниматься этой работой мой муж уже не дождался меня обрезает ветки сейчас мы выбираем ветку годичку и будем ее резать на черенки эту будешь ветку именно давай там такие пучки хорошие на ней ну это хорошо нужно оборвать все старые листочки листики которые наросли за лето освободить ее от лишней зелени срезать лужка не вызревшая мы ее убираем сразу в сторонку пока пойдем еще одну годичку а вот какая красивая сейчас срезовый куст перелопатим и найдем то что нам нужно вот отлично и обязательно нужно посмотреть чтобы не было стеклянницы внутри покажи юра прекрасный до молодой красивые зеленые вы видите а если черная точечка стеклянница уже эта веточка нам не подойдет она уже изначально будет заражена и к посадке не годится вот отличная тоже так не спеша я дальше уже показывать не буду процесс понятен находим годичные ветки обрезаем и порежем на вот такие черенки поскольку от 3 метров по 25 как обычно мы делаем мы несколько лет назад тоже рассадили смородину потом все раздарили раздали соседям друзьям в итоге остались сами без смородины ничего мы это тут проделаем снова нам не лень нам эта работа только в радость зелененький край стеклянницы нет пока идем к месту что подготовлено для смородины заодно покажу вам у нас по черешнями стационарный полив капельный проложен вот вам октябрьский полив деревьев обязательно нужно это делать не забывать на улице стоит еще пока сухая теплая погода и за деревьями нужно ухаживать не игнорировать так вот под каждое дерево капает капелька сейчас так хорошо видно поэтому я захотела с вами поделиться такими кадрами такими кадрами такими кадрами вот юра сделал подготовил место под смородину борозды залили водой сейчас переставляет свой маркер натягивает на втором участке сделаем точно также ровно бороздку зальем водой и будем высаживать смородину да ровно отлично у тебя как всегда все под шнурочек все под линеечку красиво было орудия труда наши неизменные его не будет то не будет расти а нам надо чтобы росло ясно ты как всегда все с энтузиазмом делаешь своим знаменитым приспособлением сам делал и сам работают им же тяжелое я пробовала мне тяжело удержать металл такой прочный и тяжелый вот так ровненько все по шнурочку и будем высаживать свои веточки до нарежем сейчас у нас за несколько лет смородина вся высохла пропала то стеклянница ее заела как обычно вы знаете сколько со смородиной мороки и и постоянно нужно обновлять рассаживать пересаживать хорошо поливать смородина вообще любит тень слегка притяненные участки но у нас таких очень мало поэтому мы решили высадить здесь позади дома в саду водичку отключил и заливаем бороздку траншею свою у тебя сколько пучек примерно остается примерно четыре пять пудель раз два три четыре веточки вышло четыре черенка и так все оставшиеся веточки сейчас обрежем главное не оставить вверх вот этот тоненький совсем еще не совсем вызревший потолще должны быть черенки этот зеленый да видно что он зеленый другого цвета еще такой светло-светло-коричневый эти уже так беловатые юра стеклянница дай покажу дай покажу вот видите стеклянница то есть уже не подойдет дальше посмотрим обрезаем что там все обязательно нужно этот кружок со стеклянница если вас попался вырезать чтобы не было заразного участка зараженного сколько получилось тебе три я дальше показывать не буду процесс понятия сейчас мы занимаемся тем что нарезаем черенки мы нарезали и теперь рассаживаем прокомментирую рачками вверх но я сажу под небольшим наклончиком вот таким так на уровне земли потом и потом вот так просыпется и в конце еще полью вот таким образом и это как говорится стопроцентный результат весной они оживут пусть от веточки все будет хорошо обязательно друзья следите чтобы почки были вверх вот видно как они вверх и потом этот участок зальем полностью еще раз а вот эта земля что осталось уже сверху прокроем торчащие вот эти череночки до выступающей зимователя спокойно и и и и и Сейчас он польет и снова с этой землей все трясет. Итак, у нас засажены два ряда. Ты уже водичку сюда взял. Без особых заморочек заливает водой. Главное оставить земельку по краям, чтобы было чем прикрыть наши черенки. Весной пусть опорки, лесочкой. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.